Общее сведение. Впервые невропатия бедренного нерва была описана под названием «передний круральный неврит» в 1822 году. Сегодня она является одним из самых часто встречающихся вариантов среди мононевропатии нижних конечностей. Несмотря на почти 200-летнюю историю изучения бедренной невропатии и ее достаточную распространенность, она остается в некотором в смысле малоизвестным заболеванием. Недостаточная информированность как врачей общей практики, так и некоторых специалистов в области неврологии приводит к тому, что невропатия бедренного нерва зачастую расценивается как вертиброгенная патология, корешковый синдром, миелопатия и тому подобное, или как проявление полиневропатии. Этому способствует широкая вариативность симптомов от чистосенсорных нарушений до преобладания двигательной дисфункции в зависимости от топики поражения. Анатомические особенности бедренного нерва Начало бедренный нерв N. Феморолиз берет от третьих поясничных спинномозговых корешков L2, L3 и L4, которые, сливаясь, образуют единый нервный ствол. Последний идет между подвздошной и большой поясничной мышцами, спускается до паховой связки, проходя под которой он выходит на переднюю поверхность бедра, где разделяется на кожные, сенсорные и мышечные, двигательные ветви под кожный нерв. В подвздошно-поясничном сегменте бедренный нерв инервирует мышцы, между которыми он проходит. Их функцией является сгибание супинация бедра, а при фиксированном бедре – сгибание поясничного отдела позвоночника, обеспечивающее наклон туловища вперед. Мышечные ветви, отходящие от бедренного нерва после его прохождения под паховой связкой, инервируют мышцы, отвечающие за сгибание бедра и разгибание колена. Кожные ветви обеспечивают сенсорную восприимчивость передней и немного внутренней поверхности бедра. Под кожный нерв отделяется от Н. Феморолиз в районе паховой связки идет спереди по бедру, затем принимает медиальное направление и входит в межмышечный канал гунтера, приводящий канал по выходу из которого проходит по медиальному краю коленного сустава, где отдает под надколенниковую ветвь инервирующую переднюю поверхность надколенника, далее подкожный нерв проходит по медиальному краю голени и стопы, доходя до основания большого пальца. Он обеспечивает чувствительность кожи голени спереди и на медиальной поверхности, а также кожа медиального края стопы. Невропатия бедренного нерва Причина невропатии бедренного нерва Патология бедренного нерва на подвздошно-поясничном уровне часто вызвана его компрессией в результате мышечного спазма или кровоизлияний. Фоясничную мышцу, происходящих при ее перегрузках или травмировании. Реже невропатия бедренного нерва обусловлена забрюшинными гематомами или опухолями, саркомы, лимфомы. Гематомы могут образовываться при гемофилии, тромбоцитопатиях и тромбоцитопениях, как осложнение терапии антикоагулянтами, применяемой при тромбоэмболиях и тромбозах, особенно у пациентов с аневризмой брюшной аорты. Описаны случаи бедренной невропатии, вызванные повреждением нерва при проведении аппендектомии, операции на мочеточниках и почках, а также при бурситах и абсцессах подвздошно-поясничных мышц. Причинами сдавления бедренного нерва в районе паховой связки могут быть паховый лимфогранулематоз, бедренная грыжа, сдавление нервопаховой связкой при долгом вынужденном положении бедра в т.ч. в течение оперативных вмешательств. Повреждение нерва возможно при проведении операции на тазобедренном суставе, оперативном лечении паховых грыж и ПР. Возникновение бедренной невропатии на уровне канала гунтера наблюдается при профессиональном или спортивном перенапряжении приводящих мышц бедра, образующих данный канал. Реже мышечное напряжение бывает обусловлено нестабильностью или аномалиями коленного сустава. Етрогенная невропатия может развиться как осложнение операции на коленном суставе. Изолированная невропатия под надколенниковой ветви Н. Феморолиз зачастую носит диапатический характер, но может быть связана с тромбофлебитом, варикозной болезнью и повторяющимися мелкими травмами колена. Симптомы невропатии бедренного нерва. Клинический симптомокомплекс бедренной невропатии зависит от топики процесса. При возникновении патологии на подвздошно-поясничном уровне развивается полный комплекс симптомов, включающим сенсорные, двигательные и вегетативно-трофические расстройства на всей нервируемой бедренном нервом области. В редких случаях при высоком разделении нерва могут наблюдаться только сенсорные или только двигательные нарушения, иногда мозаичные. Картина двигательных и чувствительных нарушений. Полная невропатия бедренного нерва сопровождается лишь частичным нарушением работы подвздошно-поясничных мышц, благодаря существованию их альтернативной иннервации, поэтому сгибания и супинация бедра практически не нарушены. Более выражен порез четырехгловой мышцы, отвечающей за разгибание ноги в коленном суставе. В связи с затруднительным разгибанием пациентой старается не сгибать ногу в колене. Затруднен бэк и ходьба, особенно при необходимости подниматься по лестнице. Изменяется походка. Нога фиксирована в положении переразгибания. Наблюдается отсутствие коленного рефлекса. К сенсорным нарушениям относятся расстройства тактильного и болевого восприятия на передней внутренней поверхности бедра и голени, медиальном крае стопы. В этой же зоне и наблюдаются трофические и вегетативные изменения, возможные иритативные боли. В положении лежа на животе выявляются симптомы натяжения, боль по передней поверхности бедра при попытке максимально поднять прямую ногу, симптом Вассермана или согнуть ногу в коленном суставе, симптом Ицкевича. Невропатия бедренного нерва при его поражении в области паховой связки в общих чертах сходно с описанной выше клиникой. При высоком отхождении подкожного нерва могут наблюдаться преимущественно двигательные расстройства. Наряду с симптомами натяжения выявляется болезненность при надавливании посредине паховой связки. Компрессия ствола бедренного нерва в канале гунтера характеризуется болевой и тактильной гипостезией кожи медиального края коленного сустава передней внутренней поверхности голени и внутреннего края стопы. В этой же области наблюдается парастезия и боли, которые усиливают свою интенсивность при разгибании голени. Последнее вынуждает пациента ходить и стоять, немного согнув ногу в колене. Коленный рефлекс не нарушен. Определяется болезненность в точке выхода подкожного нерва из приводящего канала симптом Тиннеля появления парастезии по ходу нерва. При его постукивании неврологическим молоточком невропатия бедренного нерва с изолированным поражением под надколенниковой ветви проявляется парастезиями и онемением кожи над надколенником. Болезненностью точки подкожного нерва и положительным симптомом Тиннеля. Диагностика невропатии бедренного нерва. Постановка диагноза бедренной невропатии требует от невролога внимательного и тщательного изучения топики поражения. Рентгенография позвоночника малоинформативна, поскольку зачастую невропатия бедренного нерва возникает у пациентов, уже имеющих изменения позвоночного столба, спонзиолартроз, остеохондроз и т.п. и выявленная рентгенологически патология позвоночника никак не исключает наличие невропатии. В таких случаях пользу невропатии свидетельствует невральный, а не сегментарный, характер выявленных при неврологическом осмотре расстройств. Разрешению спорных диагностических ситуаций способствует МГ. При невропатии она выявляет замедление проведения импульсов по бедренному нерву, снижение амплитуды М-ответа признаки денервации. В инервируемых бедренным нервам мышцах и отсутствии таких признаков параверсибральной мускулатуре сегментов L2-L4. Относительно новым, но перспективным методом исследования периферических нервных стволов является УЗИ, с помощью которого можно оценить Целостность нерва, выявить его опухолевые изменения, отек, рубцово-спаечную деформацию и дегенеративные процессы. Ультразвуковая диагностика бедренного нерва УЗИ нерва с проведением динамических проб позволяет определить степень его подвижности в приводящем канале. Поражение бедренного нерва нуждается в дифференциации от вертиброгенных радикулопатий L2-L4 пояснично-крестцовой плексопатии, особенно возникшей на фоне сахарного диабета, травмы колена или гонартроза. Для исключения патологии забрюшенного пространства обязательно проведение его УЗИ КТ или МРТ. Продолжение следует...